Мы выступали без допингов, без наркотиков. Это было чистое воплощение человечества. Вы говорите только за себя? Или это распространялось на всех спецменах? Его не знал мировой спорта. Он пришёл, допинг... Я мог бы рассказать целую историю. Он связан с Коннолли, у которого была сухая рука в Америке, знаменитый метатель молота. Ему делали инъекции. И у Коннолли... Ну, это который поддерживает развитие мышечной системы, сухое отрождение руки повреждённой. Когда делали эти инъекции, он заметил побочный эффект. Рост сильной мышечной массы, силы... И все стали уже этим потом... Нет, он один это держать в секрете. Он бил рекорды и был первым. А потом он тихонечко это рассказал американский метатель. Это конец 50-х годов. Американцы это держали до середины 60-х годов в полном секрете. Никто это не знал. А потом это тихонечко стало распространяться по всему миру. К нашу спорту это пришло в 68-69 год. А с начала 70-х годы это была уже государственная программа. Это уже официально мы пользовались наркотиками. Они на уровне наркотики. Хотя это не наркотики, но они изменяют мышечную массу искусства. Но вы принципиально не пользуетесь этим? А оно даже не было в моё время. Мы не знали об этом. У нас была тренировка головой. Надо было искать наиболее рациональные методы тренировки, чтобы войти в соперника. А не традиционные. Вот одним способом тренируйся, он приносит тебе великий результат. Но вот этим же способом пользуются соперники и выходят на твои уровни. Надо всё время искать новые способы тренировки. Здесь всё время шла гонка не только силы, а умения, культуры. Продолжение следует...